Значит, записываю второй раз, потому что у этих дурацких микрофонов абсолютно отвратительные отсеки под USB. Просто невероятно. У меня вот этот HyperX, мне он очень нравится, этот микрофон. Но дело в том, что у него настолько хлипкий вход, как меня это заебало. Короче, ладно. В общем, я буду весь ролик вылизывать вам Марту из Dead, потому что это невероятный проект. Просто бросайте все, во что вы сейчас играете. И скачивайте, покупайте, и в общем, без расти, как вы будете это делать, играйте. Это что-то невероятное. Просто невероятно. Она короткая, она буквально на часов 8, может, 10. Но насколько же она охренительная, ребята, вы себе даже не представляете, насколько она очуменна вообще от вал башки. Она прекрасно подойдет для любителей всяких психиатрических диагнозов. Это прям вообще наша стезя. И самое главное, что они сделали, они в самом конце дали, короче, контакты, что вы можете как бы с психологическими проблемами обратиться за помощью. Я вообще такого никогда не видела. Никогда, понимаете? Это что-то невероятное. Это же вообще мое любимое занятие. Постоянно кому-то что-то впаривать, какие-то контакты. Вот они тоже этим занялись. И молодцы, умнички. Она не особо популярна. Как-то я не особо где-то ее видела. Мне подписчица очень просила ее пройти. Я ее прошла. Я не пожалела. Не пожалела ни капли. Это что-то невероятное. Просто невероятно. Невероятно запутанное дело нам с вами предстоит разгадать. Вы думаете все так просто? И вы сможете в самом начале или хотя бы в середине понять, что же тут происходит? Увы и ах, друзья. Но нет. Вы до последнего не сможете осознать весь масштаб происходящего. Вас постоянно будут одолевать сомнения даже в самых примитивных ситуациях. И менять свои выводы придется постоянно. Даже я, казалось бы, пройдя игру, все равно изначально пришла к неверному выводу и уже после многочисленных раздумий поняла, что же тут происходит. Детали, детали. Они будут окутывать вас в паутину полного непонимания и в какой-то момент вам придется сделать собственный выбор, после которого вы либо узнаете всю правду, либо нет. Сюжет происходит вокруг смерти одной из сестер-близняшек, которую звали Марта. Ее же другая сестра Джулия попытается разобраться в ситуации и найти виновника происходящего. Казалось бы, что может быть проще? Однако, так как этот проект сделан с целью помочь людям с психологическими проблемами, а именно это они и сделали, так как в самом конце игры оставили действительно важные рекомендации с контактами для тех, кто страдает и чувствует себя, мягко говоря, некомфортно в нашем обществе. Так как спойлеров здесь не будет, потому что я хочу максимально вас заинтриговать, то детали я, конечно же, рассказывать не смогу, однако вы даже не представляете, какой же здесь простор для воображения. Марта из Дет построена таким образом, что вы не будете с маниакальным ужасом искать только убийцу. Вы будете полностью погружаться в атмосферу, в детали, секреты и пытаться понять всех, хотя сделать это будет, ох, как сложно. Никаких скримеров в игре нет, поэтому если вы, как и я, боитесь резких движений, то можете не переживать. Единственное, предупреждаю сразу, на острове, когда будете раскладывать карты Таро, после последней карты резко вылезет штука. И это для тех, кто прям вот боится, потому что я вот вообще не играю ни в какие хорроры, как раз-таки из-за вот этих резких приколов. Я не получаю абсолютно никакого удовольствия от постоянного вздрагивания, и поэтому Марту я тоже откладывала от греха подальше. Время пришло, я все узнала и прошла. Проект очень короткий, буквально за вечер-два можно пройти. А зачем растягивать? Это вам не наши любимые километровые игры. Здесь все максимально просто, почти линейно, и самое главное, очуметь как интересно. Мне понравилось все, кроме момента с азбукой Морзе. На самом деле, ее можно не проходить, если не хотите, потому что на концовку она как бы не влияет. Однако, если вы хотите увидеть маленькое дополнение перед завершением, то есть как бы растянуть весь процесс, всю историю полностью, да, так сказать. Настоятельно рекомендую открыть гайды и просто сделать по гайдам, иначе вы проведете несколько часов, за этим вы просто взбеситесь. У меня были ответы на все эти вопросы, и то, меня это вывело из себя и заболела голова. Останутся ли у вас вопросы по завершению игры? Конечно, это я вам обещаю. Будете ли вы рвать на себе волосы от недопонимания? Однозначно. А вот будет ли вам противно в определенных сценах? Неизвестно. Для многих игра стала мерзкой, но не для меня. Возможно, потому что меня не пугает кровь, кишочки. И поэтому я не увидела здесь особо ничего такого. Больше всего угнетает музыка во время таких кат-сцен и интерактива, нежели сам процесс. Но вот что вас точно повергнет в ужас, так это прошлое некоторых персонажей, а точнее одного. Вот здесь, друзья, вы испытаете настоящий кошмар, который в вашей голове не уложится никогда. Я уточню, что события разворачиваются в военное время 44-го года в Италии, а играем мы за немецкую семью, которая вынуждена была покинуть свой дом и переехать за город. И как вы понимаете, в то время люди позволяли себе в глуши чуть больше, чем сейчас. И по-моему, у кого-то в доме стоял бюстик Геббельца, иначе по-другому такое поведение я объяснить не могу. Также это время той самой карательной психиатрии, которая так сильно въелась в нашу с вами современную жизнь. Однако сейчас, конечно же, с этим стало попроще. Именно поэтому вы, как ценитель такой сферы и страстные фанаты дедукции, получите невероятную пищу для ума, причем с конкретными рекомендациями в конце игры. Это первый проект в моей жизни, направленный на спасение и помощь пострадавшим и психически больным людям, что, конечно же, не может меня не радовать. Именно поэтому я возвысила эту игру до небес, конечно же. Друзья, ну конечно же, я редко когда вылизываю игры с ног до головы, но Марта, Марта это потрясающе закрученный и невероятно интересный для мозговой активности проект, вышивший 2 года назад. Если мы говорим про оптимизацию или хотя бы графон, то на ультра настройках все было довольно ну так себе. То есть на графику я вообще не смотрела, хотя в стиме такие скриншоты, что я даже не поняла вообще, что это Марта. Причем я почитала отзывы и многие жаловались на оптимизацию. Что было лично у меня? Резкие сдвиги с потолка на пол и обратно. Приходилось перезагружать игру и это, слава богу, все. Играть можно спокойно, просто помните об этом, дабы не думать, что только у вас такая ситуация. Если же мы углубимся в некую философию по поводу самой смерти Марты, то мы с вами не придем абсолютно никакому ответу по той простой причине, что студия оставила некий простор воображению. Вы можете посчитать, что какие-то события были до истории, какие-то после, а каких-то вообще не было. А может быть и это вам кажется? Именно такие мысли возникали у меня в голове постоянно. И я, по сути, переуглубилась в процесс, хотя надо было более трезво и реально смотреть, что происходит вокруг. От каких-то телодвижений неординарных вы точно очумеете. Это я вам обещаю, потому что разработчики вообще не пощадили наши нервные клетки и дело не в скримерах. Просто вы не будете ожидать некоторых деяний от кого-либо. Очень сложно делать обзор без спойлеров и приходится постоянно лавировать между эпитетами, апоризмами и вот этой эфемерностью. Но я стараюсь. Что же меня больше всего поразило? Поразило меня то, что они очень наглядно показали, как выглядят и из чего исходят определенные психиатрические диагнозы. Что у всех есть предыстория, о которой я вам и говорю. И предыстория может быть очень, очень и очень жестокая. В современном мире, конечно же, многие диагнозы лечатся и довольно успешно. А также любовь к жестокости переросла в нечто более виртуальное и это многих спасает. На тот же момент люди делали очень странные по нашим меркам вещи, которые переварить нормальное современное общество не в состоянии. И если вы хотите узнать, что же такого происходило за железными замками в глуши мира, вам обязательно надо пройти «Марта из Дэд».